Чтобы избежать урока, я, например, струны подпиливал дома. У меня были родители такие, которые обзывали детей тупицей, ну разве можно так говорить? Девочке 12 лет. Все, кажется, мечтают стать директором. Кто мечтает? Много кто. Я не хотел. Слово «казьера» я не люблю, ненавижу. Фанатизм ненавижу. Фанатизм в искусстве, вот, приемлю. Фанатизм в искусстве, вот, приемлю. Четыре года примерно в шахматы играю и выигрываю. Вот первая была радость, которая до сих пор вспоминается. Ну, помню, например, это не очень счастливое, но когда меня цыгане вроде бы как украли. В Рязани тогда жили. Там улочка была, которая выходила на луг, а цыгане, вероятно, летом туда двигались. Видели мальчика, я им понравился. Чем-то они меня увлекли, мне очень понравилось. У цыган папы. Ну, правда, меня обнаружили где-то, нашли через сколько-то часов. И, как мне рассказывают, мы просто взяли, мы видим мальчика, мы нравимся мальчику. Мы просто взяли на время. У меня родители всю жизнь с утра до ночи на работе были, поэтому няня была. Няня с ними подралась. А няня такая деревенская была, такая крутенькая женщина. И она очень испугалась за меня. Она любила. Я ее до сих пор люблю, хотя она сто лет назад умерла. Ну, вот это самые яркие воспоминания. Два. Шахматы и цыгане. Владимир Георгиевич Аксаментов. Заслуженный работник культуры России. Музыкант, педагог, директор детской школы искусств номер 6 имени Светланова в Омске. Общий стаж работы, в том числе преподавательской деятельности, 64 года. Отец просто типа бухгалтер-экономиста. Мать всю жизнь инженер хлебопечения. Ее по всей России посылало в министерство. До трех лет Пенза. Потом еще какой-то городок в Пензской области, я даже не запомнил. Потом Рязань. В Москве задержались на полгода. Потом Омск. Ну, вот так. В Омск я задержался надолго. Это родной город мой с 51-го года я в Омске. 1951-го. А мечей уже больше миллиона. И каждый по-своему может рассказать об Омске. Был такой деятельный очень, не губернатор, тогда было посчитательное исполкома. Да. Он очень любил украшать Омск. Центр города, он был весь в цветах. До вокзала прямо. Вот. Потом трамвай пустили. Потом трамвай убрали. Потому что машин все больше и больше. Цветов все меньше и меньше. Я могу сравнивать с Новосибирском, с Тюменью, с Екатеринбургом, предположим. Ну, в общем, Омск в лучшую сторону не выделяется. Во всех отношениях. А самое главное, что отсюда бегут и бегут и бегут. И в том числе на моей школе мы педагогов уже трех потеряли. Потому что такие зарплаты, как в Омск, это, в общем-то, унизительные. Бюджетные я имею в виду зарплаты. Педагогические. Ну, а, в общем, все равно я Омск люблю. Даже всю жизнь, сколько, 60-70 лет уже в Омске. Мама у меня, она была больная по музыке. Ну, такие годы были. Гражданская война. Каждую неделю власть менялась. То белые, то чертые, то красные, то... Вот. Поэтому все не до этого было. Поэтому меня как-то отдали в музыкальную школу. Без моего согласия. Ну, я хороший очень педагог. И в Рязани, и в Омске. Шпет. Я, в общем, конкурсы организовал имени Шпета в Омске. Потому что это педагог от Бога был. И полностью бессребренник. Когда он умер, у меня, я далеко был от Омска, у меня мама была на бахармах, она мне потом написала, говорит, это ужасно, какая-то квартира. Там, говорит, ну вот, мебель какая-то убогая, и все, ничего нет. А он первый заслуженный работник культуры СССР. Я вот о нем люблю, говорю. Он оркестр вел. После него, вот Хабенского, знаете, фемилист. Он увлекся оркестром после Шпета. Я с 11 лет активно не хотел играть на скрипке. Да, и я на что только не шел. Я всю жизнь, мне стыдно было потом перед Шпетом. Хотя он ко мне очень хорошо относился. Чтобы избежать урока, я, например, струны подпиливал дома. Причем мне хватало ума не отпилить, а подпилить. Где-то, видно, напильник был, наверное, у отца. Я помню, подпилил, пошел на Шпет, это Вильгейм Дякович. При первой же, как только на струну нажал, она пэмс, лопнула. Я говорю, о. А у меня, говорю, запасных нет струн. Он говорит, ты меня за идиота принимаешь. Дословно все помню. Я, видно, растерялся. Он говорит, ты же подпилил струны. Я же вижу, говорит, что это пило. Ну вот. Тогда я стал пилить, не стал, но я доходил до крыльца. Аккуратно до крыльца поворачивал и уходил домой. До меня не доходило, что Шпет-то мне просчитал и смотрел на крыльца. И видел, как я сюда подхожу и ухожу. А у меня дома был телефон. Это была редкость тогда в Омске. Но моя главная инженер хлебопечения, она обязана была иметь телефон. А я ненавидел всеми эфибрами души этот телефон, потому что я знал. Я сегодня пропустил урок, и вот я вечером сижу и смотрю на этот телефон. Бэм, звонит Шпет. Я знал, что он позвонит. Он там что-то, видно, говорил. Мама поворачивает, говорит, Волочка, ну опять. Вот так вот. Ну ладно, я папе не скажу. Ну ты уж пожалуйста. Я хотел быть врачом. Причем хирургом. Только хирургом. Пизик у меня был такой, а я не знаю откуда. Ни в семьях моих, ни у родственников. Никто никогда к медицине не имел отношения. А я вот и Шпету я говорил. Я не пойду в музыкальное училище. И потом просто получилось так. Случайно я стал скрипачем, педагогом. Закончил школу. А я с медалью закончил школу. И без экзаменов в мединститут. Мне документы взяли. Все, придешь через два месяца. А я через месяц под машину попал на велосипеде. Какие-то военные меня сбили. Два месяца в больнице. И сентябрь прошел. Вышли, мне сказали, ну год, извини. На следующий год так же без экзаменов. Приходи к нам. Причем они знали, что я, ну как бы, на скрипке умею играть. А там такой был зав. кафедры. Он страстно любил музыку. И он мне говорил, когда я поступал, у нас будет ансамбль скрипачей, я тебя туда записываю. Ну и вот, а куда деваться? Я решил, говорю, я буду строителем. Чего вдруг опять вот моча в голову? Ну, конечно, меня в технику в любой бы взяли, все. А мама за моей спиной пошла в музучилище и говорит, вот, ого, вот такая вот беда, он хочет в строительный техникум идти, немедленно его к нам приводите. Она вернулась, говорит, пойдем, говорит, только скрипочку возьми. Я матери сказал, ну ладно, мне деваться сейчас некуда. Я первый четверть позанимаюсь, а потом я все на строительный уйду. Четверть прошла, я сказал, нет, я никуда не уйду, мне это нравится. Вот так вот я случайно стал. Скрипачем, педагогом, да еще там история была. Но я очень взрослый был, я поздно начал музыку учиться. И я закончил общепродавательную и музыкальную одновременно. И мне уже было 17 лет. Проучился я. Месяца полтора-два я педагог взял, повез в четвертую школу, это на вокзале, ДШИ номер 4. А там открыли два скрипка, а педагогов нет. А на меня, видно, посмотрели, что-то решили, что я почему-то смогу портить учеников. Ну и вот так вот я в 17 лет стал и педагогом. Большой пальчик, Марбоша. Повезло, что я не стал хирургом, я считаю. Потому что у меня, ну вот, могу показать, видите, руки. Я из-за этого ушел из симфонического оркестра. Потому что я с 30 лет начал мучиться вот этим делом, будучи в консерватории. И у меня диплом даже солист оркестра, а не солист. Потому что уже в те годы у меня уже вот это, ну это врожденное у нас, у мамы всю жизнь. А какой я хирург, если бы у меня руки тряслись? Никакой не было бы. Тут я все-таки как-то в классе я могу показать. Я тебя поэтому и остановил. Какую ноту ты играешь? Долье. Ушки включила? Глазки вот сюда. В 5 утра подъем, в 6 часов завтрак, в 7.10 я в школе, в 7.30. У меня родители, которые вот, два родителя, которые попросили до общей образовательной школы, пожалуйста. Потом нам некогда. Им некогда потом. Поэтому в 7.30 у меня урок. А с 9 я директор. Занимаюсь фигней. То, чем я не люблю вот эти документации. Насколько мне раньше было директором легче. Первые годы я директорство совмещал с преподаванием. Ну, в школе, естественно. Преподавал в музыкальном училище. Играл в симфоническом оркестре. Еще выступал в драмтеатре. А там в оркестре был. Все, кажется, мечтают стать директором. Кто мечтает? Много кто. Я не хотел. Нет. Слово карьера я не люблю, ненавижу. И к себе я это не применяю абсолютно. Я искренне вообще ненавижу карьеристов. В любой, но особенно в политике. Это люди, которые всегда виноваты, что народ плохо живет. Самый главный, любой характер. Но ты должен любить детей, любить свое дело. Тогда вреда не принесешь ученику. Шесть восьмушек. Раз, два, три, да? Четыре, пять. Ну-ка, сама считай. Дай мне скрипку. Понятно, да? Да. Давай кусочек. Чтоб дома могла это уже разбирать. И посчитай до шести вслух пока, да? Тут просто восьмушки. Раз, два, три, четыре. Да, слух должен быть, конечно. Слух. Да. Руки. Я когда принимаю детей, покажи, деточка, мне ручки. Ну, чтоб гибкие были руки, да. Бывают же перепонки лишние, какие-то травмы. Хотя у меня был опыт. Ребенок у него, слава богу, что это не влево. В правой руке у него была травма, и у него часть мюзинц убирали. Но, тем не менее, он выучился. Так нежно и так относиться к детям трепетно, и так строго одновременно не может не каждый педагог. Скрипка, во-первых, это самый сложный инструмент. Мало кто умеет на нем убрать. Как нужно к маленькому человечку так отнестись, чтобы он хотел ходить, и хотел не просто ходить, а прям вот бежал с удовольствием? Вообще, в начальной педагогике все зависит от родителей. Если родители хотят, то ребенка организуют его учебу. Не хотят, ничего не выйдет. Во-первых, у меня условие, чтобы кто-то из тех, кто дома видит своего ребенка, чтобы он сидел у меня на уроке. Вот это первое условие. Я знаю, что в основном педагоги не хотят, чтобы их слушали родителям. А у меня это условие, потому что родитель мой должен быть ассистентом. Первые уроки, которые были, мы записывали, мы прям вставали над скрипкой и записывали, где пальчики должны лежать, на какой струне. Ну, а потом, конечно, я говорю родителям, Бог дал вашему ребенку слух. Ну, и руки более-менее нормальные. Вот против Бога идти не надо. Что это значит? Вот давайте договоримся. Два или три года я буду заниматься с вашим ребенком так, как будто я хочу сделать из него профессионала, скрипача. Он получит у меня то, что ему в жизни пригодится. Ценить время, трудолюбие. Первое трудолюбие, потом ценить или не ценить время. И для души он получит все равно что-то. Ему все равно это пригодится. Будет он инженером, будет он рабочим. Вот у меня внук рабочий. Он не захотел, один из внуков, он не захотел учиться. Он ушел с третьего курса института. Я хочу руками. И он рабочий, я его уважаю. Поросписание. Что? Ничего, возьмем. Понедельник, поросписание, уже все. Каникулы у нас сегодня закончат. Завтра закончатся. Спасибо. Чтобы знали, насколько это редко, у меня вот за всю мою жизнь был один ребенок. Она сейчас в концертнестерстве, по телевидению ее, по культуре показывали. Единственный ребенок, который сам хотел трудиться. Это же труд. Когда ребенок не хочет это делать, я родителям говорю, а вы бы захотели трудиться в 6 лет? Ни один родитель не сказал, что, конечно, это противоестественно для ребенка. Трудиться противоестественного. Правую руку не забывайте. Вы знаете, у меня одна из единственных положительных черт – это у меня терпение есть. Все остальное, я считаю, у меня 50-50. А терпения у меня хватает на всех. И родители это привлекают. Потому что родители бывают, вот сидят, выскочат, потом подходит. Владимир говорит, я не могу. У меня дубов. Я говорю, мой ребенок – это тупица. Я говорю, перестаньте. Он просто не понимает. Я говорю, я вам не советую проявлять не терпение. Ну, мне ладно, сказали, а дома нет. Потому что у меня были родители такие, которые обзывали детей. Тупица. Ну, разве можно так говорить? Девочки, 12 лет. Аксаментов Владимир Георгиевич. Конковсы, конковсы. Я родителям объяснил, конковсы это стимулировать может. Он должен на сцене получать удовольствие, чтобы ему хотелось играть. А вот что ему присудят, это совсем наплевать. Ну, не бывает наплевать. Бывают дети, которые уже рано, рано у них такая самооценка появляется. Но, тем не менее, вот пытаемся мы с родителями так строить, чтобы это не было самоцелью, вот эти конкурсы. Много работать и какие-нибудь результаты, чтобы были от этой работы. Шикарных, чем дальше, тем меньше лет. Но, все-таки, что-то же должно получаться. Кто-то же должен быть доволен, не только все скрипеть должны. Ну, и все. Даже если не очень результаты, то все время работать, чтобы быть в движении. Потому что гиподинамия, как физическая, так и психологическая, она пригибает к земле. А чем ближе к земле, тем ближе к подземелью. А там недалеко всего три метра. Я на остановись. Я все? Ну, это уже личность Хабинска. Он всегда сначала влюбляет в себя мам, потом влюбляет учеников. Да, он специалист по... в Омске таких нет. По целованию ручек. Про Хабинска я мог бы говорить часами. Потому что это мой друг 60 лет. 70 лет. Это как только дружим. До этого надо было еще родиться. Научиться ходить, читать, играть, прийти в школу. Он... он у меня старше, там, на год с небольшим. Он всегда был более сайлиген в этом. Вот. Я-то был такой, раздолбай. Вот. И даже где-то, некоторым образом, он меня сдерживал. Особенно, когда наступила юность. Он... так. Всю консерваторию, я все пять лет, я... Занимался эффектованием. Даже на соревнованиях вступал. Вот это мое, как бы, было хобби. Ну, я любил и читать, естественно. Ночами читал Джека Лондона. Родители знали, они мне обязательно ночью заглядывали, свет выключали. Поэтому я стал брать фонарик. Накрывался одеялом, и под одеялом читал Джека Лондона. Все, что читал, связанное с общеобразовательной школой, это элемент насилия был. И у меня к этому было вот такое вот что. Ну, надо, ну, ладно. Достаточно сказать, что я Льва Толстого, я оценил два года назад. И я вдруг взял «Войну и мир». Льва Толстого. Я читал, как, вот, знаете, бывает детектив, как читаешь. Что-то прямо вот, а что дальше, а что дальше. Я вот так вот читал. После этого я всего Толстого перечитал, и я понял, что это такое действительно для мира, для всего. После этого я за Чехова взялся. И теперь я так читаю. Ну, вот сегодня я детектив читаю. Завтра я... Стыдно сказать, но любовный роман. А после завтра Чехов. Причем рассказы Чехова. Это такое, знаете. Ну, а сказать, что с юности... Хемингуэ, конечно, да. Портрет висел у нас в семье. Жена его обожала. Не могу говорить. Ну, она была человек лучше меня. Честнее, чем я. Ну, единственное отрицательное, это она не умела прощать. И она страдала всю жизнь за этого. Ну, мы с ней прожили 56 лет. Вот. И планы были, как говорится, на год, на два вперед. Ну... Приучаюсь жить один. Ой, извините. Не могу говорить. По крайней мере, когда ее не стало, я понял, что... Ну, если бы не моя работа, я бы вообще не знаю, как бы я выжил. Просто я стал совсем жить на работе. Хотя она всю жизнь меня упрекала, что ты на работе больше, чем дома, и для тебя работы больше, чем дом. Ну, я обижался всю жизнь на нее. А теперь понимаю, наверное, она была права, что обижалась. Я считал, что я живу ради семьи. Она считала не совсем так. Вот вранье... Вот вранье ради... Я понимаю, я вот терплю вранье ради детей, вранье ради родного человека в семье, вранье ради коньеры, вранье ради политики ненавижу. Фанатизм ненавижу. Фанатизм в искусстве, вот, требую. Не в Крым, а в Кремль, я тебе говорю. В Кремль. Сынок, да ты Бетховен? В части. Да, пытаюсь, пытаюсь. Плохо слышишь? Вот так судьба стучится в дверь. Пытаюсь, но не дотягиваю, конечно. Работай, работай. Ну, так какие мои годы-то? Вот именно. Редактор субтитров А.Семкин